Здравствуйте, я Роман Олейник, это программа На самом деле. И сегодня мы говорим о том, как на самом деле будут застраиваться микрорайоны 1А и 1Б. Это достаточно большой участок территории, больше 100 гектар, расположенный за улицей Силкино. Там сейчас лес, лес будет вырублен и на этом месте появится своеобразный мини-город. Институт генплана Москвы выиграл конкурс на проектирование этой территории. Сначала москвичи подготовили 5 эскизных проектов, затем были обсуждения, были замечания. После этого был подготовлен один проект, вынесенный на публичное слушание. И именно этот вариант мы будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем Игорем Калашниковым, архитектором. Игорь, насколько жизнеспособен проект, предложенный московскими архитекторами? Ну, во-первых, здравствуйте. Значит, ну, что можно сказать? Ну, во-первых, тот материал, который предоставлен на наше рассмотрение на сегодняшний день, он достаточно скуп. Вот, поэтому детальные выводы делать по нему преждевременно можно рассмотреть только как бы в общих чертах. Ну, во-первых, радует общая концепция этого генплана, что сделан некий такой зеленый меридиан, который пересекает практически весь жилой район. Куда включены школа, детские сады, значит, какая-то пешеходная какая-то зона ландшафтная. Вот, это неплохо. То есть, это вот то, что они учли из общественных обсуждений, вот это им делает честь, молодцы. А вот, с другой стороны, значит, общая структура вызывает какие вопросы? Значит, вот многоэтажные парковки для автотранспорта, насколько я могу понять из вот этой схемы, размещаются с западной стороны, разделяя вот этот вот новый жилой район и существующий. Это такой в одну линию. В одну линию, да. Вот, я примерно представляю, что из себя представляют, как говорится, такие парковки. То есть, это железобетонные ящики, значит, там на 4-5, допустим, этажей с аппарелями. Их можно раскрасить, конечно, в какие-то там веселые цвета, но по-любому это прямоугольный железобетонный ящик с открытыми палубами для установки автомобилей. Значит, какая здесь проблема с точки зрения нашего города А? То есть, у нас не привык народ ставить машины в много уровней подобной парковки. То есть, надо как-то народ приучить. То есть, это вопрос такой социальной психологии. Ну, приучить можно как? Вообще запретив постановку машин во дворах, на проездах и так далее. То есть, сделать бордюры там 30 сантиметров, чтобы невозможно было на них запрыгнуть даже на джипе. То есть, у людей выхода другого не будет. А вот с точки зрения планировочной, я считаю, что это неразумно разделять два жилых района вот таким вот малоэстетичным рядом вот этих вот автопарковок, потому как все-таки лучше между жилыми районами, чтобы была зеленая зона. То есть, если нельзя их совместить друг с другом вплотную, то, соответственно, какой-то, наверное, напрашивается здесь лесопарк. Тем более, там уже есть там этот лес. То есть, его почистить, привести в порядок и так далее. Знаете, что меня смущает с парковками? Я вполне могу себе представить, что жители соседнего дома с многоуровневым паркингом будут ставить туда машины. Но я совершенно не могу себе представить, что люди, которые живут... За полкилометра, да, от этого места. Будут там парковаться. Именно так, да. То есть, у нас народ не привык вот так далеко ходить за машинами. Вот, поэтому вообще вот и сам порядок финансирования, кто будет эти парковки строить? То есть, каким образом делить там места? Явно, что вот эти микрорайоны, значит, жилые группы, которых тут много, будут застраивать разные застройщики. Вот, и как привязать какую-то вот из этих вот многоэтажных парковок конкретно к какой-то жилой группе, в общем, непонятно. Но, опять же, вопрос, будут ли сыровчане покупать эти паркинги? Да, вот эта схема, она для нашего города абсолютно новая, неотработанная. И, опять же, если это обязать застройщика, цена квадратного метра взлетит. Если их продавать отдельно, эти, то как обяжешь? Ну, не знаю, механизм вот этот вот, он очень пока висит в воздухе. То есть, опять же, я вот склоняюсь, это к парковке внутри дворового пространства. То есть, застройщик застраивает некий контур замкнутый, двор побольше, чем вот этот, потому что вот в этих дворах ничего мы не разместим. Вот тут планировочная структура, она сразу вот это вот отметает. Ну, поэтому к ней вопрос. И сразу делает вот эту вот автостоянку под дворовым пространством, которая или автоматически переходит жильцам, как просто открытая парковка, или там внутри нарезаются какие-то ячейки и продаются отдельно. То есть, оно или сразу в стоимость жилья включается, или продается отдельно вот это вот. То есть, ну, здесь хоть будет понятно, кто отвечает вот за вот это вот пространство в целом, но для этого нужна другая конфигурация дворов. Здесь дворы очень маленькие. То есть, вот то, что я смотрю, допустим, существующий двор Носилкино, рядом примыкающий, который старая застройка, он ровно в четыре раза больше вот этих вот дворов. То есть, вот его квадрат, он, значит, составляет четыре квадрата вот этих вот новых домов. Ну, то есть, дворики получатся такие колодцевые. Чем это плохо? Ну, во-первых, затесненное пространство раз. И, во-вторых, при нашей теперешней практике строительства сто процентов внутри двора не сохранят ни одного зеленого насаждения. То есть, все будет срыто, и, значит, потом придется там как-то что-то сажать. Дело в том, что еще, на чем я хотел бы остановиться, в свое время на эту территорию был разработан проект местной проектной организации, архмастерской, где-то лет пять назад. Я как раз хотел спросить об этом проекте, а почему от него отказались? Его не знаю, я не могу отвечать за администрацию ни прошлую, ни эту. То есть, это, естественно, дело городских властей. Там была концепция другая. Там были тоже дворы, но по размеру больше раза в полтора. И там была этажность другая. Там до 14 этажей были высотки. Причем здесь ограничение этажности до 9, честно говоря, вот оно не совсем понятно. Что мешает? Тут ни аэродромов у нас ничего нет. Почему нельзя построить более живописную композицию? Не только 9-этажки, там 5-этажки, а и высотные здания. Это было бы с точки зрения силуэта, разнообразие застройки очень даже уместно. Потому что даже в советское время взять застройку улицы Силкина, там есть и 12-этажки, и лепестковые дома, и вот эти, которые нам вермут называем, стоит 12-этажки. И дальше туда вот ключевой. То есть как-то более это живописно смотрится. Не знаю, почему здесь такой взят стандартный тип, ровные квадратики. Неоптимально с точки зрения именно насыщения микрорайона жилой застройки. Вот этот вот зеленый меридиан, он удачный, а вот решение самих жилых групп, оно какое-то спорное. И плюс еще, вот внизу там тоже похоже, что жилые группы такой не прямоугольной, а такой трапециевидной конфигурации. Там сделана установка корпусов с южной стороны. То есть с южной стороны двор перекрыт, северный открыт. Ну, по нашему климату надо бы делать наоборот. То есть надо на юг открываться, а с севера закрываться. Кстати, если говорить об инсоляции, то на проекте Института генплана Москвы очень хорошо показано, как будет падать тень в дворах-колодцах, что там будет много затененных квартир, и, соответственно, вряд ли люди будут их покупать. Кроме того, на этом проекте есть многосекционные жилые дома. Например, 10-секционный жилой дом. Насколько это оправдано в Сарове? Ну, я считаю, что в Сарове ненасколько. То есть вообще протяженные дома, они неудобны. Потому что в них надо какие-то арки делать, проезды. Это, опять же, ненужная вещь. Можно более компактно это все делать. Потому что для жителей, естественно, более комфортно, все-таки, когда дом какие-то ограниченные габариты имеет. И для обслуживания это удобнее. То есть по многим параметрам. Поэтому я считаю, что это не сильно удачное решение. Многосекционные дома. Надо все-таки стремиться к более компактным решениям, именно исходя из специфики города. Еще, значит, что здесь можно сказать, конкретно по этому микрорайону. Непонятно очередной застройки. А этот вопрос поднимался на общественном обсуждении. Так как микрорайон для нашего города очень большой. Заселяться, выкупаться и оживать этот район будет достаточно долго. То есть это будет лет 15 как минимум. Вот, соответственно, а может и 20. По предварительным оценкам, возведение микрорайонов 1А и 1Б может растянуться более чем на полвека. При дефиците местного бюджета непонятно, зачем было вообще затевать этот проект. Тратить столько сил, денег и нервировать население. Уже объявлен старт проекта реновации жилого фонда на подходе с северной территории. Кроме того, уже застроенные микрорайоны требуют доделки. ФОК, дорожная сеть, детский сад и новая школа в 22-м микрорайоне, бульвары в 15-м микрорайоне, благоустройство в Яблоневом саду и проекты создания комфортной городской среды. Знаете, если говорить о зеленом меридиане, о котором вы говорили, ну там, где школы, детские сады, у меня есть такое ощущение, что это будет пустырь, как это случилось с 15-м микрорайоном. Микрорайон практически закончен, а в его центре так ничего и не появилось. Очень может быть, да. И вот дальше я бы хотел к следующей части, вот комментария своего, перейти. Это то, что вот этот вот жилой район, он же существует не один сам по себе. Вот его надо рассматривать в целом, как одну из таких крупных частей, которые играют в общегородском ансамбле. Во-первых, чтобы его запустить, запустить, однозначно нужна объездная дорога. То есть первое, что нужно построить, это построить объездную дорогу, значит, которая бы с района улицы Силкина выходила на КПП-4. То есть сразу вот... Но это так, что планируется за этим микрорайоном, я правильно понимаю? Или за, или хотя бы вот по улице Силкина сделать, давно уже назревшее решение, значит, соединить с улицей Раменской его через район лыжной базы, как бы вот это вот там эстакадой там, или как-то, в общем, надо пройти, чтобы все-таки сообщение между городскими районами было нормальное. По-любому без нее вот этот вот микрорайон при массовом заселении, он просто задохнется, потому как попасть в сторону, как бы, огородов Нижнего Новгорода, Арзамаса и так далее, оттуда будет совсем плохо. То есть и так перегружены вот эти улицы. Вот поэтому здесь решение такое. И следующий момент, что освоение такой большой территории, оно должно быть очень сконцентрировано по силам наших строителей, по мощностям. Сейчас наблюдается такая тенденция в городе, она уже давно наблюдается, вернее так, что у нас сразу идет освоение нескольких больших территорий. И все эти территории осваиваются очень медленно, затягивается такой полуфабрикат, в общем, получается, грубо говоря. То есть вот, ну, для примера можно привести там яблоню и сад, например, да, то есть его строили-строили, бросили в каком-то таком недоделанном виде, дальше его доделывают жильцы. На сегодняшний день в Сарове дефицита на первичном рынке жилья нет. У крупных застройщиков есть запас готовых квартир. На уже выделенных под застройку территориях можно построить до 100 тысяч квадратных метров. Активно осваиваются участки в районе поймы реки Сатис и улицы Негина. Огромные площади запланированы под реновацию жилья и другие проекты развития. По оценкам экспертов, стоимость квадратного метра снижаться не будет, так как застройщики просто не могут строить дешевле в рамках действующих нормативов и требований. Но ведь вопрос еще и в том, кто будет жить в этих микрорайонах 1А и 1Б. Там, говорится, примерно 13 тысяч человек, но, мне кажется, будет там жить гораздо больше, может быть, 15-17 тысяч человек. Где взять столько жителей, с учетом того, что у нас идет активное строительство в районе поймы Сатиса, что заканчиваются проекты по застройке 21-22 микрорайонов, начинаются проекты по реновации жилья. Откуда столько жителей? Откуда их взять? То есть, надо тогда или закрывать все остальные проекты, то есть, просто, ну, больше не давать никаких разрешений на следующие территории, ни торги, ни провести, все сконцентрировать вот на этот первый микрорайон, все силы туда бросить и сделать его хотя бы там за 10-15 лет целиком. Потому что это очень большая территория и объемы. То есть, я хочу привести в пример, наверное, они подразумевают вот опыт больших городов. То есть, вот в Санкт-Петербурге, например, есть район Девяткино. Значит, там три года назад были капустные поля. Просто не было ничего, ровное место. Сейчас там стоит микрорайон на несколько десятков тысяч человек. Он полностью под ключ сделаны кварталы. То есть, там уже и садики, и школы, и магазины, бульвары, озеленение. То есть, ну, была, значит, проявлена, видимо, политическая воля, как-то за застройщиков обязали. И, значит, делается застройка в комплексе. Ну, это мощности Санкт-Петербурга. Вот у нас, соответственно, темпы и одежка, по которой ножки протягивать, тоже не такая. Вот поэтому все-таки для города надо определиться с концентрацией усилий на каких-то основных точках. Не надо распыляться. Потом, а, упустили северные территории. Буквально недавно, значит, уже озвучивался там, опять же, показывался огромный жилой район с заколючей проволокой в сторону кременок, который тоже кем-то должен быть заселен, освоен и так далее. То есть, вот, не знаю. Я считаю, что у нас на данный момент нет базы для освоения сразу нескольких вот таких обширных проектов. Дело в чем? Вот вся же история развития городов, любых, она двигается от градообразующего какого-то предприятия. То есть, у нас градообразующие предприятия внеев. Грубо говоря, половина населения работает внеев, вторая половина его обслуживает. То есть, один внеевовец и один какой-то там, так сказать, человек, который занимается транспортом, торговлей, там, сервисом и так далее. Вот. Если посчитать вот эти вот новые территории, которые уже вбиты в генпланы, мы хотим их осваивать, то это где-то тысяч там 25-30... Ну да, ведь как раз и декларируется, что в Сарове должно быть создано примерно 25-30 тысяч высотехнологичных, а значит, высокооплачиваемых рабочих мест. Рабочих мест. Значит, то есть, половину из этих мест нужно создать внеев. То есть, потому что гражданское производство сюда очень вряд ли, что какое-то придет, оно бы все пришло в технопарк, в Сатис. Вот. Сколько пришло, столько пришло. То есть, здесь надо делать оружие у нас в городе. Соответственно, из этих там 20 тысяч рабочих мест 10 тысяч нужно создать в институте. Вот. Просто представить инвестиции по расширению института в полтора раза, то есть, это мы должны создать еще столько цехов, там, испытательных площадок и так далее, чтобы в полтора раза увеличить институт, что там не 20 тысяч, а 30 тысяч работало человек. То есть, это просто триллионы какие-то. Это национальный проект масштаба Олимпиады в Сочи. То есть, вот примерно такие должны быть инвестиции, чтобы здесь на 10 тысяч человек научный центр еще увеличить. И плюс 10 тысяч обслуги появится. По сравнению с этими затратами, строительство нашего жилья, вот это вот, это просто на один зуб положить. То есть, это там, какие-то там десятые доли. Платежеспособный спрос на рынке жилья падает и будет падать дальше. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест пока только декларируется, а непроданных метров становится все больше. При текущей динамике развития городу достаточно вводить порядка 10 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. В таком случае, на ближайшее десятилетие Саров обеспечен участками под застройку. Ну, на этот проект планировки из городского бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Конечно, за эти деньги хотелось бы получить что-то более весомое, более наглядное и более подробное. Да, можно поработать еще и, наверное, может быть, воспользоваться опытом наших городских проектировщиков, которые работали над этим участком, как-то объединить усилия, не знаю, в общем. Вот именно специфика нашего города, она заключена в том, что мы должны использовать данные нам природой и отцами-создателям нашего города преимущества именно близости к природе и компактности. То есть вот все должно быть подчинено обеспечению вот некого уюта для жителей. То есть не масштабности вот этой вот столичной, потому что мы ее все равно не достигнем. То есть мы можем какую-то имитацию сделать этой масштабности, а именно делать акцент на усилении наших преимуществ. Примером вот на начало нашего объекта, то есть 50-х годов опыта, посмотреть, как тогда строили, перенять вот это вот деликатное отношение к природной среде и учитывать, опять же, психологию людей. То есть мы же для людей строим. Мы не для того, чтобы вот кому-то там пыль в глаза пустить, там, в общем, масштаб какой-то создать, а нужно сделать, чтобы это нравилось людям, чтобы людям было здесь комфортно, удобно жить. Все говорит о том, что вопрос освоения микрорайонов микрорайонов 1А и 1Б требует более детальной проработки с учетом интересов жителей и перспектив развития города. И хотя около 12 миллионов рублей уже потрачены, жители недовольны, специалисты в недоумении, а ущерб от неграмотного планирования и спешки может вылиться в куда большие траты. Кроме того, до конца не решен вопрос с соблюдением природоохранного законодательства. Рядом с будущим строительством проходит граница охранных зон памятников истории и культуры. Православная церковь также неоднократно выражала свою отрицательную оценку освоения территорий рядом с ближней и дальней пустынкой. Ну и я напомню, у нас в гостях в программе «На самом деле» был архитектор Игорь Калашников. Мы говорили о том, как на самом деле будут застраиваться микрорайоны 1А и 1Б. Вы тоже можете высказать свое мнение по поводу застройки этих микрорайонов, если придете на публичное слушание, которое состоится 27 апреля на первом этаже здания городской администрации. Там будет жарко, но мы будем следить за развитием событий. Это программа «На самом деле». Я Роман Олейник. Увидимся.